Я участвую уже в пятом форуме. Первый форум, он был, мне кажется, почти в основном посвящен, насколько я помню, высотному строительству. Постепенно наряду с высотным строительством стали рассматривать и другие. Ну, в основном это большепролетные, конечно, интересные проекты и высотные здания, большепролетные проекты. Стоит ли концентрироваться только на высотном строительстве? Мне кажется, что то, что он развивается не только в высоту и вширь, это не так уж плохо. Что касается тех вопросов, которые нужно в первую очередь рассматривать, ну, я думаю, что, конечно, в первую очередь надо рассматривать архитектуру и также надежность сооружений, потому что для нас очень важно, чтобы сооружения были надежные и долговечные. Это просто необходимое условие. Но, кроме того, мы рассматриваем ряд таких специфических вопросов конструирования, специфических вопросов расчетов, которые возникают. Безусловно, и такие секции должны быть. Само по себе у нас каждая секция работает примерно полтора часа. Ну, иногда бывает в течение этих полутора часов рассматривается пять докладов, четыре доклада, а иногда и шесть и семь докладов. Это, конечно, не одинаковые условия. Мне бы казалось, что нужно все-таки каждому докладчику давать где-нибудь минут 15, может быть, 10 минут на доклады, 5 минут на вопросы. Важно же не просто услышать информацию, важно ее обсудить, важно выслушать вопросы, обмен такого квалифицированного экспертного сообщества, обмен мнениями. Он очень важен, потому что на основании этого отбираются лучшие решения или те решения, которые есть смысл тиражировать. Я думаю, что избыточное внимание, конечно, к высотным зданиям, мне кажется, не должно быть. Это, ну, вообще, для жизни, для жизни, ну, это с моей точки зрения, мне казалось бы, наиболее приемлемые для жизни все-таки не очень высокие здания. Какая-то высотность, там, 5, 6, 8, ну, в таком городе, как Москва, это может быть 12 этажей, но не выше, для жилья. А что касается гостиниц, офисных зданий или каких-то знаковых зданий, которые в городе, должна быть какая-то вертикаль, которая своеобразие городу придает, то это могут быть и высотные здания или башенные сооружения, то вот, мне кажется, такое должно быть разделение.